Первый пункт маршрута безопасности – это сочинский профессиональный техникум. Сегодня там организовали целую ярмарку кружковой секции. Свои возможности представили различные молодежные объединения. Они приглашали студентов найти себе увлечение. Это могут быть военно-патриотические секции, клубы любителей животных. Смогут найти себе занятия по душе и те, кто увлекается туризмом. Различные танцевальные и музыкальные кружки тоже развиваются. В Сочи молодежь научат танцевать и покажут, как, например, стать диджеем. Данное мероприятие называется «Маршрут безопасности», где мы представляем различные формы и направления молодежной политики. Любой молодой человек может ознакомиться практически с всеми клубами, которые находятся в центре города Сочи. Это и творческие, интеллектуальные клубы, клубы КВН, волонтерство, добровольчество, патриотические клубы, туристические. То есть направлений очень много. Следующая часть «Маршрута безопасности» – встречи с представителями городской администрации, наркополицией и врачами. Перед началом беседы – показ фильма о вреде Спайса. А после – серьезный разговор о последствиях его употребления и о яркой жизни без наркотиков. А она у сочинской молодежи при желании может быть очень интересной. Все возможности на курорте для этого есть. Подобные встречи в ближайшее время пройдут во всех средних и высших учебных заведениях города.